Добрый вечер дорогие друзья, ну вот прошла еще одна неделя, мы с вами снова встречаемся. Сегодня у нас с вами в гостях без преувеличения загадочный человек, которого можно представлять очень долго, арт-диллер, коллекционер, галерист, публицист, политтехнолог, в общем загадка, будем пробовать ее решать, Марат Гельман. Марат, добрый вечер. Добрый вечер. Очень хотелось начать программу, кто вы доктор Зорге, помните был такой фильм? Марат, ну как-то несите ясность, нельзя же, чтобы один человек всем занимался, или это все уже половина того, что я назвал в прошлом? Ну, многое в прошлом, вообще жизнь меняется, не только, ну вот смотрите, в прошлом, Советский Союз в прошлом, а уж тем более могут быть профессии в прошлом. Ну, я все-таки считаю, что я культурный деятель, действительно в 90-е годы, до 90-го был коллекционер, в 90-е годы открыл частную галерею первую, и в общем-то она была очень успешной, в 90-е годы она как бы играла роль такого центра художественной жизни. Потом галерея начала жить немножко как-то отдельно от меня, то есть она существовала, но оставляла мне какое-то время, я занимался многими разными вещами, но все время возвращался в искусство, и последние 4 года я был директором музея в Перми, за это время получил новые компетенции, то есть развитие территории целых, был культурный альянс, то есть был президентом культурного альянса, это 11 городов. Это уже что сейчас, а мы сейчас будем копать вглубь веков, когда мальчик по имени Марат родился в семье знаменитого советского драматурга Александра Гельмана, который прославился не самыми, на мой взгляд, лучшими своими пьесами, потому что когда он написал сценарий к чудесному фильму «Ксения, любимая жена Федора», который поставил Мельников, а снимал прекрасный оператор, если ничего не путаю, Векслер, и в котором блистали и Люпшин, и Дуров, и Меркурьев, его мало кто узнал, но когда он написал премию и протокол одного заседания, то Александра Гельмана узнала вся страна. Ну, справедливости ради, «Ксения, любимая жена Федора» вместе с Таней Колецкой написали, вот, ну просто чтобы... По-честному. Ну, она волнуется все время, когда... Ее не упоминают. Ее не упоминают, вот. Ну, я отца узнал в 12 лет, то есть, в принципе, это было такое непростое для меня, значит, событие. Вдруг ты узнаешь, что твой отец там великий драматург, которого там в 10 классе даже там фрисоматию включили. Да, вот. А ты обычный мальчик, в общем, ну, с четверок на тройки, перебивающийся, это было тяжело. И я, собственно говоря, из-за этого я пытался быть то писателем, то художником. В общем, до 20 лет я все время как бы насиловал себя попытками тоже стать великим. Марат, я прошу прощения, у папы уже была другая семья в этом времени. Да, да. То есть, вся его советская громкая слава прошла мимо вас по касателю, что называется. Ну, нет. Я поступил когда в Москву в 17 лет, это как раз было, и он еще, то есть, это еще 87-й год, то есть, 77-й год, еще это все звучало достаточно громко, и он был, ну, можно сказать, в зените какой-то своей славы. Потом впереди были 80-й, там, 4-й, когда Горбачев его назвал отцом перестройки, то есть, нет, я на это все наблюдал. Для меня, еще раз говорю, что это было, ну, некоторым испытанием, вот. И, собственно говоря, я занялся вот продюсированием, да, потому что вот я, начали перечислять, я пытаюсь понять, а все-таки, если бы одним словом, то, наверное, продюсер, там, в широком смысле. Продюсированием чужих талантов в тот момент, когда понял, что собственных талантов у меня нет, потому что то, что я писал, сначала отец критиковал, я думал, что он ко мне несправедлив, просил, он отдавал, там, Стругацким мои тексты, то есть, как бы, еще каким-то писателям. То есть, когда я понял, что я не писатель, не художник, не... А попытки реализоваться как художник тоже оказались неудачными? Да, 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 это все было. Вы считаете сейчас, будучи уже таким опытным человеком, из высоты своего возраста, вы считаете, что действительно недостаточно таланта и как художника, и как писателя, или это обстоятельства так сложились? Ой, знаете, сложно. Я, когда посмотрел «Кислород» Ваня Веропаева, я вдруг узнал полностью то, что я тогда писал. У меня не хватило какой-то наглости, ну, потому что это был язык, который тогда справедливо мог критиковаться как такой. То есть, это язык моего поколения, вот. Но я, на самом деле, очень доволен тем, что меня вот так вот остановили в этом пути, потому что в советское время, ну, вот, кроме, там, судьбы творческого человека, все остальное было тоска зеленая. То есть, либо ты, там, писатель, художник, свободный человек, либо ты находишься в этой системе от института до пенсии. И это было, скорее, не желание, там, выразить себя, а, скорее, было желание уйти от этой судьбы. Марат, ну, здесь были, согласитесь, определенные виллы, и для молодого человека тоже, который пытается заниматься искусством. Потому что, с одной стороны, был пример отца, который победил советскую власть тем, что начал писать такие псевдо-советские пьесы. Я, ради бога, не хочу никого обидеть, премии протокола одного заседания – это далеко не самое плохое, что дала советская драматургия. Но в то же самое время, когда отец писал протокол одного заседания, в своей пьесе писал вампилов. Поэтому можно было пойти или в одну сторону, или в другую. Я не противопоставляю, я как бы разграничиваю. Нет, ну, я был юношей. На самом деле, потом стало понятно, малообразованным юношей. Я, когда переехал в Москву, поступил и начал работать в театре, рабочим сценой. А что такое рабочая сцена? Это, значит, ты поставил спектакль, декорация, потом, значит, три часа или два часа отдыхаешь, общаешься с другими, потом разбираешь. И вот в театре… Я работал рабочим сценой? Да. Нет, вы не говорите до конца. Поставил декорации, пьешь с коллегами, пока идет спектакль. Вы знаете, у меня было по-другому. У меня, значит, я был во МХАТе, и там рабочими сценами работали ребята, которые хотели поступить в школу-студию МХАТ. Они не поступили. Это был единственный факультет, на котором были… институт, которым был вечерний факультет. И поэтому там работали в основном художники. Те люди, которые хотели стать художниками театра. И вот я впервые… А я приехал такой амбициозный, там, все знаю, все умею, все читал, все слышал. Опять же, папа Гельман. Вот. И вот попав в эту вроде бы рабочую среду, я сразу же понял, насколько я невежественный. И вот у меня мой первый университет, он был такой вот в эти два часа между началом и концом спектакля, общение с этими ребятами, блестящими на самом деле. Тогда же я тогда и с Виктюком начал работать. То есть у меня был, как бы, очень быстро я понял, что проблема же не только в таланте, проблема еще в менталитете. То есть художник – это определенный тип менталитета, который у меня, ну, отсутствует. У меня нету там сверхидеи, у меня нету там помещать себя в центр каких-то событий. Просто так получилось, что в конце 80-х в России было очень много людей с идеями, с собственными, с собственными талантами. И практически не было людей, которые были готовы возиться с чужими амбициями. А, кстати, Марат, я вас перебью. А ведь дело не ограничилось рабочим сцены в Амхате. Вы же в этой должности успели поработать, по моим сведениям, и в «Современнике», и в «Маяковке». А там уже вряд ли были будущие академики среди рабочих сцены. Первые два года были важными для меня. Реально, вот первые два года в Амхате, они как бы сыграли какую-то такую ключевую роль в том, что ты начинаешь пытаться уметь понимать других людей, вытаскивать из них что-то драгоценное. Потом у меня был второй университет, это когда я открыл галерею, когда... В 87-м году? Ну, уже в 90-м году я открыл галерею. Ваша первая выставка, опять, поправляйте меня. Это 87-й год, Кишинев, московские художники. Это правда, да. Выставка, которая тогда наделала много шума. Ну, в Кишиневе, да. До такой степени, что вы переехали в Москву. Да, я переехал в Москву, значит, после того, как эта выставка закончилась, каким-то фантастическим образом, действительно, она была очень успешная, много работ попало в музей, было куплено, и я приехал когда в Москву раздавать художникам деньги, прессу, то один из них говорит, слушай, я переезжаю, значит, в Москву будешь моим продюсером. Я, значит, поверил. Потом так было скучно в Кишиневе, что, в общем-то, сама мысль, что ты можешь пригодиться в Москве, она меня очень взволновала. Взял и переехал. Художник через две недели эмигрировал в Нью-Йорк. Вот, то есть, как бы он пригласил и забыл. Вот, я обратно в Кишинев уже возвращаться не мог, потому что все мне завидовали. Человек уехал, человек делает карьеру. В Москве. В Москве, вот. И, ну, вот так зацепился, остался в Москве. 87-й год. Да. Ну, мальчишка, 27 лет. Ну, я в 27 лет себя не чувствовал мальчишкой, конечно. 27 лет Марат Гельман чувствовал себя уже состоявшимся опытным продюсером? Нет, нет. Я еще не понимал, кто я. На самом деле, я, ну, я чувствовал в себе, ну, какую-то такую... Ну, во-первых, у меня была какая-то целостная картина мира, как он устроен, и чем имеет смысл заниматься, а чем не имеет смысл заниматься. Вот. И, во-вторых, я был человеком, который, ну, вот, понимал про себя что-то очень важное. Вот, Марат, я хочу понять. В 27 лет к парню приходит понимание того. Самое важное, он себе говорит. Вот есть две стороны баррикад. Это неправильно на баррикады, но тем не менее. С одной стороны, это творцы, которые должны писать, рисовать, играть. С другой стороны, люди, без которых их писание, рисование и играние не значит ровно ничего, потому что его никто не увидит, никто не прочтет. Как говорил один из моих учителей, режиссеров тысячи, директоров нет. Я думаю, то же самое справедливо и для художников. Художников тысячи, меценатов и антропренеров. В Нью-Йорке только 100 тысяч художников. Значит, вы себе, я хочу понять, вот тогда, в конце 80-х, когда вам еще не было 30 лет, вы для себя решили, что вы из тех, кто по эту сторону и кто это сможет сервировать? Извините, я специально вульгализирую. Да. Ну, нет. Во-первых, в Москве того времени вообще понятия галереи еще ни одной не было. То есть, я случайно стал именно вот таким галеристом. Дело в том, что я начал, я увлечен был искусством. И я собирал его, и в какой-то момент, где-то в конце 88-го года, я вдруг понял, что то искусство, которое я собираю, оно никому не интересно, кроме меня. Ну, или кроме узкого круга людей. И мне уже, на самом деле, не очень интересно. Ну, потому что коллекционер очень быстро учится. Когда ты тратишь собственные деньги, то есть, это не то, что... Учеба идет быстро. Учеба идет быстро, ты поглощаешь информацию. И я понял, что значительная часть работ, которую я в самом начале своего коллекционирования купил, оно, в общем, мне неинтересно. И я... Но не было людей, которые могли бы помочь мне избавиться от них, продать их. Я начал продавать сам. И когда я продал всю эту коллекцию, первую свою коллекцию, то выяснилось, что я вот стал и стал этим первым профессионалом. Потому что продал я ее достаточно успешно. И параллельно я учился, собрал новую коллекцию. Коллекция произвела, действительно, это была Южно-Русская волна. Она произвела какой-то такой большой эффект уже не в Кишиневе, а, в общем-то, в мире. То есть, украинское искусство до сих пор все самые известные украинские художники сегодня в мире, а не с той выставки, которая была в 90-м году. Вот. И тогда я, значит, и тоже это было... То есть, я на самом деле, я был энтузиастом. Я любил искусство. Просто цены начали подниматься на искусство после Сотбиса. Покупать мне искусство стало все дороже. Поэтому я, значит, помогал художникам, а взамен, ну, не очень дорого покупал. И вот до этого момента, до успеха этой выставки «Южно-Русская волна», когда, ну, Леонид Бажанов, тогда он был как Господь Бог, то есть в сфере искусства в Москве, пришел, сказал, открой галерею. Я говорю, ну, нет рынка, зачем, кому это нужно? Он говорит, это не твоя проблема. Ты любишь возиться с художниками, делать выставку. Ты это будешь заниматься, а я буду приводить коллекционеров. Ты любишь возиться с художниками, делать выставку. Ты любишь возиться с художником, делать выставку. Ты любишь возиться с художником, делать выставку. Ты любишь возиться с художником, делать выставку.